здравствуйте дорогие друзья это канал письма со всего мира и возможно с моей стороны не очень правильно обозревать сразу два автографа в одном видео в условиях дефицита контента но я решила все-таки объединить эти два автографа и потому что на самом деле я не знаю что там здесь я знаю что но в общем я не думаю что это это эти ответы они стоят прямо на отдельные выпуски да это можно я вас порадую ну что давайте откроем сначала маленькое письмо так пришло довольно таки быстро конверт замкнут но не со съемок просто я отправляла в длинном маленьком конверте и вообще к этому письму я отнеслась немножко как бы это вам сказать я не писала длинное письмо которое я обычно пишу я просто на фотографию наклеила стикер в котором написала что откуда я кто я и что я хочу все вот поэтому я не удивлюсь если ответ будет такой же типа ты там не так написала поэтому получи но я не обижусь это нормальное явление какой привет такой ответ но давайте посмотрим так 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 кстати обратные расходы оплачивала а ну да собственно собственно как я и ожидала вот смотрите эти мыши подразили ну что вот это закорючка и малыш из мандалорца ответ от джона розенгранта и это скульптор малыша то есть дети я решила ему написать и потому что уже как-то у меня формируется и каст мандалорца вот к тому же он начал отвечать я подумал да мне он нужен поэтому и написала вот такая его подпись каким-то салатовым маркером вроде бы не стирается это хорошо ну и собственно ничего больше ну вы знаете я не обижена абсолютно это нормально вот да он в принципе там особо никому не расписывать не имя нет просто подпись поставил и все наверное поэтому я так не решила ему отправить так что адрес конечно же дам в своей группе в обсуждениях поэтому заходите с удовольствием но я сомневаюсь что вы ему будете писать и мало ли вот давайте откроем вот это большое письмо было неожиданностью когда мне прислали его здесь оно вскрыто было таможней не знаю что они искали там всего лишь одно фото без понятия смотрите как тяжело не открыть без понятия принт там или нет поэтому сейчас узнаем тэк 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 главное фото не порезать да я думаю если таможенники режут они явно не беспокоятся сохранности содержимого хотя не знаю они вечно скрывают мои письма особенно сейчас очень часто стали так 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 ну да там фотография но посмотрите блин простите ну как так вот вот замялся уголок вроде бы мягкий конверт как такое возможно черт последнее время у меня фотографии вообще все помятые приходят вот вот посмотрите ну что за ну вроде бы и тут замята вроде бы и конверт с пупырышками безумно мягкий ну как такое ладно ребят с этой девушкой все было сложно точнее наверное может не сложно а легко ее зовут хейли рэй кристиан вот и у нее автограф я просила по электронной почте она блогер актриса снималась в последний фильме однажды в голливуде естественно не главная роль там блистает другая актриса марга робби но в общем то я решила раз она отвечает по электронке то почему бы у нее не попросить и сейчас я не помню либо это та актриса которая которой я отправила электронный запрос и она мне прислала в ответ типа заплатите мне 20 долларов и я вам пришлю автограф на что я естественно не ответила потому что ну нет у меня нет таких денег сейчас чтобы получить автограф ну и она отправила мне потом либо либо это другая актриса честно я не помню и то письмо которое я отправляла я удалила ну и ответ соответственно потому что ну зачем держать как видно что надо было подержать хотя бы посмотреть то ли это актриса но ладно что есть то есть здесь она написала для моего друга юлия с любовью и свою подпись фотография чуть меньше формата а4 вот симпатичная здесь хейли такая нежная вот и ну я рада я рада что она мне прислала вот потому что где-то в мае и июне я активно занималась тем что отправляла запросы по электронке или я отправляла чуть раньше в апреле по моему тоже ну отвечают крайне мало по электронке и да мне там задавали вопрос а если сайт с электронными адресами ребят такого нету сейчас я взяла на практику я поняла как зарубежные коллекционеры выискивают адреса ну точнее я знала но я этим раньше не занималась но сейчас я уже даже не смотрю на платный сайт с адресами я лезу в официальный аккаунт и звезд и смотрю в инстаграме на какие агентства они ссылаются я тупо открываю даже ссылки смотрю контакты и сразу отправляю но это работает в основном с мало знакомыми актерами сейчас очень много вышло сериалов по нетфликсу и мне понравили понравились пару актеров я вот таким вот образом как бы и писала в агентство даже тех которых не было на платном сайте вот у одной актрисы и ее вообще не было на платном сайте я добавила два ее адреса которые она указала по ссылкам в инстаграм вот и ну опять же вот опять же как узнать пожалуйста и все в открытом доступе хотите залазите на их сайты залазите в инстаграм и тупо смотрите пишите все вот ну конечно база платных адресов она скажем так уменьшает время на поиски но вот я сейчас действую таким образом вот наговорила вам опять сняла большой выпуск два автографа и большой выпуск на это точно но на этом все я думаю что если вы захотите написать вы у меня спросите я вам конечно же отвечу это не какая-то секретная информация вот у той же хейли есть официальный сайт есть все вот эти ссылки на контакты есть электронные адреса пожалуйста пробуйте пишите это не так уж и тяжело фу запыхалась даже на этом все спасибо за внимание ставьте лайки заходите в группу заходите на канал подписывайтесь пока пока